Возле танкера Делфи снова активные работы с помощью плавущего крана и грузовой баржи доставленной сегодня в обед. Из воды удалось достать большой фрагмент обшивки судна и ранее срезанную мачту. Но похоже, что ранее обозначенный срок начала эвакуации. 3 сентября могут перенести подробнее о происходящем на пляже Дельфин мой коллега Ильяна Ксенов. Спустя неделю после того, как удалось выровнять Делфи на месте крушения судна, вновь небывалое оживление. В обед сюда буксир притащил грузовую баржу, после чего в движение пришла стрела плавучего крана. С помощью него перегрузили кислородные баллоны на буксир. А уж после приступили главные операции сегодняшнего дня. После нескольких часов и тщетных попыток водолазов соединить стропы под водой, крановщику удалось извлечь из воды огромный фрагмент обшивки судна и погрузить его на баржу. Вслед за обшивкой судна в кузове баржи оказалась и мачта. Напомню, ее срезали накануне выравнивания судна. Все это время она находилась рядом в воде. Интересный факт. Срок окончательной эвакуации судна назначили на 3 сентября в Акурат к визиту президента в Одессу. Говорили, что сам Владимир Зеленский будет лично наблюдать за этим процессом. Но, судя по всему, теперь этот срок отодвигается. И, как ни странно, по неофициальной информации, Владимир Зеленский перенес свой визит в Одессу на 5 сентября. А значит, распоряжение портовиков остается всего 3 дня. Однако, учитывая, что ранее обнаруженное сразу после выравнивания – огромная пробоина, так и незаделанная. Неспешность проведения работ и нерешенность многих технических вопросов закрадывается сомнение. А успеют ли портовики подготовить судно к буксировке за 72 часа? Как и то, не перенесет ли свой визит в очередной раз президент Украины? Напомню, что танкер «Делфи» потерпел крушение 23 ноября прошлого года. Неуправляемое судно выбросило на Одесский берег. Тогда же военные водолазы сняли с борта трех членов экипажа. Впоследствии капитан судна получил условный срок за нарушение правил судовождения. Сейчас судно – вещдок в деле о контрабандных схемах поставки топлива. Ранее подъемом танкер занимался нанятый судовладельцем подрядчик. После безрезультатных усилий эвакуацией занялась администрация морских портов за государственный счет. Чиновники уверяют, что все расходы компенсирует судовладелец.